Часто в интернете я встречал вопрос. Да и меня перед поездкой во Вьетнам спрашивали, едят ли во Вьетнаме собак? Отвечаю, да, едят. Мясо собаки по-вьетнамски Тит Чо. И в этом видео я сделаю подробный обзор такого Тит Чо кафе. Ассортимент, цены, обстановка, дегустация. Сразу успокою особо впечатлительных. В видео не будет сцен насилия и живодерства. Можете смотреть абсолютно спокойно. Сейчас будет одно из самых спорных моих видео. Мы идем с Димой в собачье кафе. Это не там, где кормят собак, а там, где их едят. Когда мои знакомые узнавали, что я собираюсь в такое кафе, в большинстве случаев они выражали недоумение, пытались меня отговорить. Но, в принципе, мы во Вьетнаме. Здесь это нормально. Здесь это едят. И у них другой менталитет. От себя хочу добавить. Вы должны понимать, что собак здесь едят не тех, которых содержат дома, которых там отлавливают на улицах. Нет. Их специально выращивают. То есть выращивают специально определенные породы. Выращивают таким же образом, как поросят, индюшат, баранов и прочее. И специально они предназначены изначально на еду. Поэтому это тоже надо понимать. Хочу тебя добавить. Едят специально обученные люди. Едят или готовят? Едят. Но нас никто не учил. У нас самоучитель есть. В Хошимине в нескольких районах есть кафе подобного профиля. Ближайшая к центру города кафе находится в 15 минутах ходьбы от рынка Бентхань. И в 5 минутах ходьбы от центральной автобусной станции. Правильнее даже будет сказать, здесь находится не кафе, а целая улица заведений с подобной тематикой. Цены и ассортимент у всех кафе практически одинаковы. Заходите в любое. Некоторые вьетнамцы верят, что если вам не везет, накопились проблемы, преследуют неудачи, то нужно поесть собачатины и все наладится. В отличие от ханое, здесь нет шокирующих видов с отрубленными собачьими головами и рядами лежащих выпотрошенных тушек собак. Все цивилизовано. Ребрышки, окорок, колбаса. Если не знать подробностей, то кафе как кафе. Пойдем. Пошли. Да вон, садишь в любой столе. Все такие веселые, дружелюбные. Рома не было. Будем пивком. Вот. А? Завидеть собаку. Да. Сейчас будем пробовать. Знаю, что многие меня судят, но это национально-вьетнамское блюдо. Здесь это едят, здесь другой менталитет. Собака такой, как животное, как корова. Чуденок, курица, поэтому надо проще смотреть на вещи. Принесли меню по рекомендации здешнего сотрудника. Мы заказали барбекю и ребрышки. А также нам принесли по пиву сразу, без заказа. Может, наверное, бонусом идет. Однажды, когда я уже собирался сюда ехать, и сказал своему знакомому Сергею, что я собираюсь попробовать собачатину, он мне сказал, что ты же понимаешь, что там где-то живет, вовлетняя собака, виляет хвостик, обрадуется жизни, а вы с ним, товарищем, пойдете, в это кафе ее забьют, для вас приготовят, и как ты будешь с этим жить? Так вот, я отвечу, значит, приеду я, не приеду. Собаку уже забили, разделали на запчасти. Вот там прилавок собачатину. Поэтому приедем мы сюда, не приедем, будем есть. Или нет, это уже ничего не решает. Собакина судьба уже решена. Вот, принесли нам гарнир. Рисовая лапша, лепешка, зеленушка, специи, соусы. Ждем. Так, Диме его заказ пронесли. Чего ты не попросил? Вот она, собака барбекю. Дима, может не надо? Ну, в принципе, собака уже забита, уже порубана на куски, пожарена на масле, обратного пути уже нет. Но в конце ты должен будешь сказать, что тебе было очень стыдно, и что ты сегодня не будешь спать. и спать буду, хорошо. Первая порция собачки. Ваши ощущения? Сейчас вам попало. Нормально, мясо. Да. И как сказал кореец, из серии в Орле и Решке из Сеула, очень лечебное мясо и незаменимое для мужской силы. Это сказал кореец, а ты не сказал. Я через на дерево-таймалу. Намек понят. В нескольких выпусках Орной Решки Регина и Олеся были в Сеуле и пробовали там блюда из собачати. Абсолютно нормальный, вкусный супец с говядиной. Правда, говядину называли шарик, и он гавкал на корейском. Леся к этому отнеслась проще, спокойно срубала, высказала свое мнение. В серии с Региной были озвучены моральные муки. Не могу, у меня перед глазами моя собака. Хотя, конечно, я понимаю, это был просто сценарий, потому что ведущие Орла и Решки, они на то и ведущие. Туда подбирают таких людей, которые способны на все. Едят все, что шевелится, пьют, что горит, и путешествуют там, где, может быть, даже нормальные люди не путешествуют. И это их работа. И за это им почет и уважение. К чему я это сказал? Что, в отличие от Регины, у нас нет никаких моральных нуд. Мясо и мясо. А гавкало оно, мяукало, влеяло или мычало, это уже другой вопрос. И может быть даже не столь важным. Ну, теперь пробую я. Так сказать, лишаюсь девственности. Абсолютно нормальное мясо, без посторонних привкусов и прочего. Я бы даже сказал, как жестковатая свинина. Есть можно, если у вас нет моральных терзаний. Принесли второе блюдо. Как я мучаюсь с палочками, принесла вилки, чтобы я смог избежать позора. Ну, палочки не мой, например. Теперь я пробую свои ребрышки. Пробую ребрышки. Макаем, пробую соус. Своим он соусом. Мясо. Отличное мясо. Дима любит более зажаристые, эти более отварные. Вкусно. Если мы забываем, то это был. Нормально. Рыпа вкусно. Комплимент гуава со сладким... А, перец с сахаром, наверное. Да. Сейчас там дадут еще... Спасибо. Спасибо. Ага. Ну, пошли. Все, спасибо. До свидания. Да. Спасибо. До свидания. Спасибо. Thank you. Спасибо.